19 побед, 10 из них одержаны нокаутом, два поражения, одна ничья. Шестой номер рейтинга WBA, второй номер рейтинга WBA, чемпион мира WBA Gold, Марк Урвана! Про бокс с Владимиром Масленкиным и сегодня у нас в гостях легенда Екатеринбурга, Урал, Марк Урванов. В профессиональных кругах бокса широко известен. Привет! Спасибо, что пришел, рада тебя видеть. Как ты пришел в бокс, как получилось, как ты начал профессиональную карьеру? Учился в школе. Единственные моменты были, не мог за себя заступиться, не мог сдать сдачи. В школу идешь, что-нибудь берут тебя, немножко попинают. Очень было обидно. И тут психанул в один момент и сказал, что я хочу как-то чему-то научиться, самообороне как минимум. Мы решили, что давай попробуем в бокс с зрителями. Дали меня в бокс. Начал заниматься не очень серьезно. Неинтересно у меня особо было. А потом съездил на соревнования первые. Победил. Медалька первое место. Меня это очень смотивировало. Я вообще загорелся. Ну вот и дальше начал тренироваться, заниматься. Начал пониматься с годами, что, наверное, я свяжу жизнь с этим видом спорта. Ну, так и случилось. Очень много вот сейчас боксеров переходят в профессионалы, да? То есть начинают профессиональную карьеру. Естественно, профессиональный бокс – это коммерческая составляющая, это деньги. Вот с твоей точки зрения, как профессионального боксера, то есть теоретически это твоя работа. Вот как у тебя получается? Вот ты там с 15-го года профессионал. То есть ты подписал контракт, работаешь, живешь. Вот расскажи про эту работу. Есть бои. Боксирую, зарабатываю гонорар. Также я на контракте. Здесь у меня созданы все условия для того, чтобы тренироваться, выступать. Если нужно, снимают жилье. Создают условия? Да, все условия. Витамины, все, что нужно. Медицина, что нужно. Все есть для того, чтобы стать чемпионатом мира. Потом, соответственно, назовем это премиальный, в зависимости от боев, которые ты проводишь. Да, конечно, ты боксируешь, ты получаешь гонорар. Соответственно, перед боем все это обсуждается, сколько, что, как. И в зависимости от боя, от твоего роста профессионального, гонорар увеличивается. Ну, или если ты проиграл, оступился, да, там, или что-то еще. То есть гонорар, соответственно, уменьшается. Жизнь боксера, она короткая. Ну, условно, назовем в кавычках, да, потому что, понятно, возраст, да, плюс травмы, да, то есть, что у нас, плюс, может быть, карьера не пойти и так далее. А вот, вот, понятно, ты работаешь, да, ты получаешь премии. А надо же что-то откладывать на черный день. Вот как? Или ты закончил, а дальше что? Вот как это происходит? Я не так давно начал об этом задумываться. Наверное, все-таки как-то вот подхожу к этому. Не тому, что завязать карьеру, а все-таки это опыт жизненный. Да, уже какие-то строю планы. После карьеры я уже начинаю работать над этим. В плане денег ничего не откладываю, потому что, во-первых, это не удается сделать, во-вторых, не для этого зарабатываю, чтобы их откладывать. Нужно как бы с деньгами уметь прощаться, я считаю, и чтобы они были новые деньги и больше и больше. Вот, я так считаю. Что касается будущего, или что касается даже завершения моей карьеры, никогда не узнаешь, когда это произойдет на самом деле. Во-первых, здоровье, желание, какие-то жизненные обстоятельства. Чем, сейчас считаю, чем дальше, чем больше мне хватит на это все, на бокс именно, тем лучше. Я люблю этот вид спорта, и я получаю от этого удовольствие. Главный бой вечера Марк Урванов против Дмитрия Хасиева. Первый легкий вес весовая категория до 59 килограммов. И пока все очень даже весело и занятно в ринге. Вот, пошел, пошел вперед Хасиев. Ну и Марк Урванов в своем контр-стиле, что называется. В своем классическом, скажем так. Расскажи, с твоей точки зрения, для тебя самый тяжелый бой в карьере. Первый же мой бой, когда был бой с Михаилом Алексеевым. Наверное, психологически очень сильно перегорел. Очень сильно, до этого даже любителя такого не было. Я прям вышел уже выжатый, весь такой вот уставший. Бой получился очень зрелищный, как бы за счет этого боя меня заметили. Но я этот бой не выиграл. Но, наверное, самый тяжелый. Пока. Четырехраундовый, да? Четырехраундовый, да. Там с разногласием или одна? Там ядногласно. Единственное, это, наверное, было больше не так, что физически, а психологически. Жесткая вся разка. Хорошо. А так как вы, в принципе, из одной команды, можно сказать, да? А у меня такой вопрос. А матч-реванш хотелось потом? Ну, как-то да. Сразу я ему написал. Он говорит, я буду двигаться дальше. Потом мы вместе как бы начали тренироваться, готовиться. Об этом потом не могло быть речи. Сейчас Михаил Алексеев с карьерой завязал. Так иногда шутим. Давай реванш там. Он говорит, ну, давай я там стану чемпионом мира, я там подзаработаю. Давай сделаем реванш. Вот. Но это так все. Шутки. Вот. В девятнадцатом году последний бой провел, и все, и больше уже не готовил. Не выступал. Да, там проблемы со вторым, к сожалению, стали. Марк, как профессионального боксера, ну, мне, наверное, эта тема постоянно гложет, хотел спросить, как ты относишься к боям, такие шоу боксерским вечерам? Ну, как выступает там Дацек, да, вот сейчас некоторые из ММА переходят в бокс, тоже боксируют, да. Вот твое отношение. Мы понимаем, что это коммерческая, конечно, основа. А бодибилдеров, да, пауэрлифтеров, как Ляев, да, мы знакомы, между прочим, с ним тоже. Такое шоу, там, может, тогда несерьезно все. Может быть так, это и есть, но люди на этом зарабатывают, и зарабатывать неплохо. И больше, чем профессиональный боксер. Это раскручивается, почему-то так, что больше, чем профессиональный боксер в бои. И это их заработок. Это то же самое, ну, можно то же самое взять, допустим, вот взять Роя Джонанса, да, который сейчас до сих пор там выступает на таких вот боях. Я последний с Тайсоном. Выставичный, да. А что смеяться-то? Они всю жизнь этим зарабатывали. Они всю жизнь занимаются. Что им еще делать? Дорейте вместе. Или что-то, да, там кто-то, вот там у кого-то есть бизнес, да, вот у них там не получилось какой-то бизнес, да, что-то еще, я так считаю. Им предложили, они предложили там деньги. Возможно, эти деньги, часть денег пойдет на благодоводительность, дай бог, а не кому-то в карман. Они еще бой закатили не хуже, чем профессионалы, которые в форме, которые выступают на данном этапе. Я посмотрел бой, мне понравилось. Всегда будут злые языки, кто-то будет ворчать, кто-то будет не устраивать, кому-то будет нравиться. Я уже с этим тоже как-то смирился, это нормально. Что брать? Наши шоу, да, там, да, цик, да. Ну да, забавно, смешно. Но это шоу. А люди ходят на эти шоу. И ходят на эти шоу больше даже людей, чем на профессиональные бои. Я согласен, да, что это шоу. Мы включаем телевизор, смотрим, либо YouTube-канал. Просто у меня, знаешь, как бы со стороны, что уровень боксеров у них очень низкий. Да, и то есть получается, что это просто человек с улицы, ну, в принципе, да, драчун. Да, и выходит, соответственно, и боксирует. И с профессиональной точки зрения это, ну, даже не забавно. Не честно как-то. Как-то? Да, я согласен, не честно. Что там, который к спорту особо, может быть, отношения не имеет, выходит на рынок, у него больше популярности, и он больше зарабатывает. Да, и выходит, ты выходишь, ты столько здорово тачешь на тренировках, столько пашешь, а ты трое, как бы, так раз, ты не сильно заметен как-то. Вот сейчас, условно, любой боксер, в принципе, там, в обоими, не в обоими, если, конечно, там, не супер, там, чемпион мира, понятно, что за него могут там все делать. Он же, по идее, должен тоже быть медийный. То есть надо вести соцсети и так далее. Вот эта составляющая стала вкрадываться последние, там, 10 лет, ну, понятно, да, в бокс. Да, они снимаются в кино, да, и так далее. То есть, между прочим, о тебе тоже, я в фильме тебя недавно видел. Вот, расскажи, вот как бы, вот этот аспект сейчас у тебя, у других боксеров, твоих знакомых, вы как-то стараетесь меняться в ногу со временем? Да, медийность, она нужна. Это твоя, это тоже часть твоей работы. Без этой медийности ты, как бы, ну, не будешь интересен. Что мне касается меня, да, я начинаю, начал сниматься в фильмах и пробовать свое актерское мастерство. К нам присоединился чемпион WBA Gold Марк Курванов. Марк, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, что ж, я надеюсь, мы сегодня увидим потрясающий, великолепный, захватывающий поединок, которого так поубреждают. Ну, что там поправляем, скоро бой начнется. Пытаюсь я. Если про Олега Зуева мы действительно знаем много, иногда даже больше, чем хотелось бы, то про Андрея Тихонова практически ничего неизвестно, он темная лошадка. Можешь ли ты что-то о нем рассказать? Ну, я об этом боксер тоже немного знаю. Но, скажем так, боксер интересный, и в любом случае для него это шанс, шанс заявить о себе всему миру. Ты сейчас коснулся темы актерского мастерства. Ты на какие-то курсы, институт думаешь? Если нужно будет, пойду. Учиться всегда нужно. Ну, грубо говоря, если у меня все так получается, возможно, я не пойду учиться. А может, мне это еще больше заинтересует, я захочу в эту глубицу, я пойду изучать это все. Ты как бы не угадаешь. Сейчас я просто сосредоточен на боксе. В межсезоне, если будут какие-то предложения, да, по съемкам, пожалуйста. Я видел у тебя в фильме, там, ну-ка, утер про боксера, по-моему, панчер, да. Мне понравилось, да. Это все вроде показали, минут 10, там, или 9, там, не несусь. Снимали. Ты ведущий был? Да, комментатором, да. Прикольно, мне понравилось. И до этого тоже я пробовал сниматься. Очень понравилось, и это мне прям чувствует нутром, что должно пойти. Зуев постоянно прессингует, бьет мощно, жестко, как настоящий слагерь, не отпуская Тихонова. Мне только непонятно, почему Андрей так редко контратакует. Я не знаю, что ему сказали тренер в углу, но мне кажется, ему давно пора активизироваться. Бой закончится, мы уже в этом раунде. Иначе из него Зуев прямо сейчас делает просто фарш на котлеты. Чемпионом мира становится Олег Зуев! Все надеялись на чудо, но чудо не произошло. Олег Зуев защитил свой чемпионский титул, защитил свой пояс. Остается чемпионом, но какой оценный. Да. Что творится на трибунах? Публика чествует Андрея Тихонова! Несмотря на то, что чемпионер остался Зуев. У тебя предпредпоследнее поражение, которое ты закрыл победами уверенными. Анхель Родригас. Ты боксировали здесь, как раз перед боем Ленаресом за Ур. С разногласием поставили тебе поражение. Вот твое мнение об этом бою. Потому что мне показалось, что провел достойно, но во всяком случае не проиграл. Мы тоже так считали после боя, что я победил. На самом деле это все произошло к лучшему. В тренировочном процессе вроде было все хорошо, но были мелочи. А все понимают, что из мелочей появляются крупные неприятности. Я пересмотрел полностью свое отношение к тренировкам после этого боя. И это был у меня для меня урок. Могли бы, наверное, дали бы победу. Все здорово, да, замечательно. Но я бы не воспринял это как какой-то урок. И, возможно, вышел бы на бой более серьезный. И там бы очень сильно оплашался. А это все в первую очередь здоровье. Это было непросто. Это был для нас все семи стресс такой, что так не должно было быть, что я должен был проиграть. Ну, значит, должно было быть. А хорошо, ты потом бой этот пересматривал. Что не хватило для побед? Один раз. Там много чего не хватило. Во-первых, это все было здесь в голове. А во-вторых, если брать составляющую боксу, то это... Надо было просто идти и драться с ним. Иди дожимать. А я что-то скрикал перед ним. Он раз, и он достанет меня. У него длиннее руки были. Вроде как бы и побеждаю, и бац, и тут же смазываю. Вот кому-то и судьи не понравилось, и отдали туда. Я прям переживаю, как так-то. Мы выиграли бы, да мы выиграли. Сейчас скажу, тяжело так говорить, но все равно обидно. Есть какие-то такие... Ну, это хорошо, что не отдали победу. Пересмотрел тренировочный процесс. Вот что ты пересмотрел в тренировках? Даже не то, что тренировок, а вообще отношение к боксу, отношение к жизни. Отношение к самому боксу. Как ты относишься к боксу, так и он потом отнесется к тебе. Я немножко даже расслабился, чуть-чуть. Как-то где-то опаздывал на тренировке, перед боемом с Редегисом. Это уже все вроде мелочи, а это все как бы сказывается. Где-то недорабатывал, а сейчас начал гореть. Прям гореть тем... Бокс – это моя работа. В любом деле можно добиться успеха. Нужно поставить цель и упорно двигаться к ней. На данном этапе очень тяжелая подготовка. Бывает, когда чувствуешь, что очень устал, и бывает хочется на все это плюнуть. Бывает даже боишься проиграть или выложиться не на 100%. Но я заставляю себя работать. Я настроен только на победу. Основной вопрос, тем более легких весов – это диетология. Ты считаешь, колораж, жиры, белки, углевые? Я считал, да. Сейчас у меня даже жена выучила специально на диетолога-инфициолога. Мы работаем, и без этого не победишь. Из спортивных добавок, БАДов, что-то у тебя любимое, не называя бренда, так называют. На постоянной основе, если брать межсезон, сейчас не боксирую, вообще ничего не принимаю. Даже витамины? Вообще ничего. Ну и есть витамины, которые я даже не буду говорить, потому что это мой секрет. Секрет моей команды. На диете, да, вот ты сильно урезаешь углеводы, потому что тебе вес много надо гонять? Ну, сначала, когда еще начинают спарринги, нет, наоборот, больше кушаю. Да, потому что спарринги тяжелые. Я понимаю. Без них никак. Потом, когда уже заканчиваются спарринги, идут на спат-раунды, по раундам, то, да, там начинаешь урезать, потихонечку, 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 и уже там ближе к боям. Вообще практически урезаешь. Хорошо, к 57 веса сколько килограмм ты скидываешь? Ну, я боксирую в 55, ой, извиняюсь, в 59. Да. Ну, это старая информация, раньше начинал в этом весе в 57. Я гоняю, ну, сейчас набрал немножко мышечной массы, гоняю достаточно много, там 10 у меня, это минималка. Это много. Это много, да. И с каждым высоком какой-то определенный опыт, я сейчас скажу. Что-то убавляешь, что-то добавляешь. А вот после, когда ты в изве селись, на сколько у тебя вес прибавляется? Ну, в бою я уже выхожу, грубо говоря, если 59, встал на весы, на следующий день в лимбое я встаю, не встаю устраиваю, именно выхожу в ринг, я уже на килограмм 6-7 больше. 6-7. Ну, в основном, это в основном все вода, это жидкость. Я понимаю, но все равно для твоего процентовки это достаточно большое. А по тренировочному процессу во время подготовки? У тебя, вот, например, там, с утра бегаешь, там, через день, ну, это я утрированно говорю, да, тренировки, там, два раза в день, спарринги, там, условно, через день, да. Вот как вот это происходит, там, ну, за два месяца возьмем до боя? Ну, начиная, начиная, потихонечку вкатываемся, без стресса, без всякого спокойно, все, начинаем набирать обороты. После того, как набираем, месяц набираем форму, там, также, много физических упражнений, да, после того, как все это набираем, начинаются спарринги. Во спаррингах потихонечку набираем. Это за сколько до боя? Спарринг за месяц примерно. За месяц. Да, значит, вот. Может, больше, месяц, неделя. Все, начинаю спарринговать, там тоже начинаем потихонечку прибавлять, но не выходим на такой стадии, до такой стадии, где на 100% выходишь. Работаешь на 70%, тебе комфортно, тяжело, потому что нужно оставить все резервы еще на бой. Необряд ли тренироваться 2 раза в день, 3 раза в день. Ты можешь тренироваться 1 раз в день, но выкладываться на тренировки лучше. Бывает так, что ты тренируешься 2 раза в день, 3 раза в день. Вроде нормально, нормально, а потом у тебя резкий спад. Бывает такое, что одна тренировка в день, она более продуктивная. А бегаешь там? Марафоны какие-то? Ну, марафона нет, такого нет, тебя туда не загоняю, потому что это тоже определенный психологический стресс, марафон пробежать. Я утрированно сказал, там 5-10 километров для меня марафон. А, нет, нет. Это да, я бегаю, да, да. Это как встать почистить зубы, то самое, это и пробежка. Ну, например, там профи некоторые, они, знаешь, там у них подготовка была, они в горы бегали, да, там, например, ноги. Та же начала подготовки, допустим, уезжаешь на сбор, там, где горы, там начинаешь набегать, там начинаешь впитывать себя в кислород, насыщаться им. А спарринги, вот ты говоришь, начинают, они у тебя как-то через день, два раза в неделю как проходят? Ну, обычно проходят через день, три раза в неделю. Это обычно, да. Ну, если там ближе к уже к пику. Раундом играешь вверх-вверх? Вверх-вверх. Доходишь на верх, смотришь, если ты дошел до верха, ты чувствуешь себя прекрасно, хорошо, зачем больше себя перегружать. Сразу идешь на спад, может раньше закончить спарринги вообще. Ничего в этом страшного нету, вот, потому что, если ты все наработал, ну, как бы, с тренером поговорил, про все наработки получают, все хорошо, чувствуешь себя легклетно, самое главное не перегрузить. Потому что, если ты будешь недогружен, это еще, как бы, не так страшно, когда ты перегруженный. А раунд у тебя три минуты на спаррингах? Некоторые делают там 3.20? Не смысл, потому что теряешь чувство тайминга. Сейчас много новых, ну, так я назову новых хау-теорий, ну, на самом деле, Иван Штырьков, вот Евгений Тищенко до этого, правда, тренировался, потом там ряд наших бойцов, ММА тоже, да, они по пульсу тренируются, то есть не дают закисляться. У тебя есть какие-то эксперименты в этом? Да, мы надеваем на пульс, мой тренер видит меня, в каком я режиме работаю, то есть, чтобы я не заходил с до пульсом, там, 180, грубо говоря, там, или на 160, то есть это мы все контролируем. То есть тоже не дают закисляться? Не даем, да, заходи туда, где не нужно нам быть. Во-первых, это зерк тратишь свой, во-вторых, как бы, это еще нужно потом в ринге оставить эти силы. А как во время спарринга, ну, смотри, у тебя пульс повысился, что это, раз тренер кричит, скиньте тэм. Сбавляй тэм, сбавляй тэм, соки тэм, сбавляешь тэм. Твой любимый боксер, может быть, прошлый, может быть, настоящий, там, не обязательно твоей весовой категории, да, вот, вот, расскажи, кто больше тебя нравится? В детстве я равнялся на Константина Дзю, он меня очень мотивировал. Сейчас такого любимого нет, сейчас я для себя сам любимый боксер. Я сосредоточен именно на себе. Сейчас я сам для себя фанат. В твоей весовой категории берем мировые рейтинги. Кого ты сейчас считаешь топовым, там, один-два боксеров? Ну, сейчас Шакур, там много очень хороших. Я имею ввиду. Прям топ-топ, прям, ну, сейчас Шакур Стивенцин. Вот, и то, по-моему, сейчас хочется подниматься в весе. Донесу сейчас, он пока 59 числится, так что, как бы, да, Шакур Стивенцин, такой самый опасный, самый, наверное, тяжелый, был бы соперник для меня. И самый интересный. А, то есть ты даже с ним хочешь встретиться? Я с любым топовым туда и стремлюсь. Я посмотрел рейтинг боев, и в основном у тебя Екатеринбург, ну, Челябинск, да, Урал, так назовем. Вот есть планы куда-то поехать, переговоры какие-то, изменить географию боев? Было бы очень интересно, здорово. Да, я бы с того, что согласился. Ну, сейчас с нашим положением, да, не очень. Как будто все просто, но не считая этого, если отбросить это, было бы здорово. Да, ну, Гвитан, Готова, Америка, Америка. Здесь можно боксировать. Я не говорю, что здесь всю жизнь как домашний боксер. Ну, как называйте меня. Главное, есть бои, бои делают, есть рост. Это самое главное, будет предложение. Сейчас пока таковых, наверное, вариантов немного. Ничего страшного. Марк, спасибо за интересное интервью. А тебя ждем только побед. Тебе успехов в карьере. Увидимся на боях. И до новых встреч на нашем канале.